здравствуйте друзья сегодня мы с александром выехали на рейн цель у нас рыбалки такая очень определенная завтра приезжает немецкий рыболовный журнал fish and fun будет снимать сашей фильм о ловле хищника на рейне но время сейчас такое у нас сейчас начало июля стоит жара рыба практически не ловится очень плохо и вот наша задача с александром сегодня найти где эта рыба есть и хотя бы что-то поймать надеемся что у нас это получится ну и как всегда все что будет фильме вы увидите твои пару слов александр здравствуйте дорогие друзья могу сказать одно вода упала жара не облачко очень жарко рыба практически не ловится днем но есть козырь у Вадима две утиллятовые удочки посмотрим что получится я попробую ловить на микроджиге посмотрим что из этого у нас получится я буду ловить большими а я маленький дай попробуем найти какую-то рыбу ну все увидите начинаем рыбалку друзья ловить я сегодня буду на микроджиг поэтому первое это основная как бы палка это зам x импрессив 732 он от 0 3 до 5 грамм корейский спиннинг вы бы сделаете вернее в корее то спинки украинская фирма замоку делают делают они в корее спиннинг с ошибаюсь ноль ноль четыре и ноль четырнадцатый флюрик то есть это как бы здесь у меня чебурашечка ноль три грамм ой не ноль ты ноль чебурашка три грамма и это как бы облавливать буду под самым берегом такие вот места где частенько днем когда не рыбы нет она под под самым берегом собирается не крупный окуни бычок хотя бы что-то поймать когда рыба не пассивно чтобы поймать хоть какую-то скажем так чтобы хотя бы уйти от ноля спиннинг это матаги тр-76 супер шоры л.л. этот спиннинг собирал валентин ледовских он от 3 до 10 грамм единственно прошлой рыбалки уронил мне здесь колечко отлетело мне виталик пеннер перебирал ручку и вот колечко вида не совсем хорошо было закреплено уронил на последней рыбалке колечко отскочил поэтому пока так прихватил его изолентой это колечко отдам валентину чтобы он не сделал там все нормально и тут и сдвинулась у меня немножко сама рукоятка ну что делать отдам отремонтирует значит у меня здесь катушечка к этому спиннингу дайва луви с двухтысячная и 2004 там и санлайновская леска 0.3 п.е. 0.16 флюрик здесь как бы уже у меня поставил сейчас 6 грамм чебурашечку а может и на 8 перейду это уже ближе к концу волнорез чтобы можно было половить начну на джавик ловить а там посмотрим хочу обратить вот ваше внимание вот течение здесь вот бьется волнорез и часть виде получается как бы обтекает и в эту сторону идет течение от середины вот принца волнореза идет сторону берега то есть нам нужно как бы сейчас стану приблизительно посередине волнореза тогда когда я буду кидать ближе к берегу она будет и против течения приманка чтобы медленно проводку проводить и то же самое в эту сторону когда будет сторону конца волнореза кидать то же самое будет приманка идти против течения тут тоже нужно обращать внимание как движется вода чтобы занять правильную позицию ну сейчас для когда мы начинаем обследовать достаточно обычную проводку там либо одиночный подрыв выбор приманки либо двойной подрыв выбор лески мы забрасываем даем приманки лечь опуститься на дно кончик отыграл делаем подрыв выбрали где были елой двойного такой подрыв приманка коснулась на опять делать опыт кстати оба видите прям под камеру поймала что-то неплохое такое клюнула под берегом не знаю что это конкретно но рыба какая-то для микроджига не маленькая тянет хорошо торопиться не буду тормоз ослаблю чтобы не оборвал не поводок это мы были позавчера на массе и клюнул хороший окунь у володи у коши у нас володя владимир пугач наших тоже эксперт на сайте и получается подвел уже к подсаку и просто оборвался поводу что рассчитывали там на судачка с тормоза были подтянуты чтоб пробить оказалось нет оказался хороший окунь далеко за 40 и оборвал поводу поэтому это же не лучше сейчас ослабил рыба неплохая но опять же вот по потяжкам я даже не исключу если это будет белая какая-то рыба очень часто на микроджиг когда не клюет другая рыба клюет там есть тот же или плотва поэтому вполне возможно что это сейчас как бы клюнула белая же посмотрим но тогда либо окунь вряд ли сейчас мы начал ловить на время часа два дня вряд ли это клюнул судак так что здесь два варианта либо это окунь либо это лещ он сопротивляется хорошо торопиться не будем будем получать удовольствие от рыбалки глянем что это такое у нас уже потихонечку подходит к берегу я не форсирую не на соревнованиях спешить некуда поглядим что тут у нас схватила нашу приманку нашего джавика что за рыба схватила во время того как я хотел вам показать проводку то есть в принципе если рыба есть да это лещ как я думал нет судак йоли пале ребят это судак я не ожидал что днем можно поймать судака и такой сантиметров наверно 45 47 чуть поменьше полтинника не ожидал я вот вам и микроджи да да мне такой ближе к полтиннику судачок вот вам ребята и микроджик джавик тоертаповский вот такой да на полтинник судачок полтинник в нем точно есть вот наш джавасик тоертаповский машинное маслоцветные 6-граммовая чебурашечка где как стукнул аж зубы остались отсюда как хотел показать видите вся леска у меня в этой слизи так лишь от леща то есть по всей видимости там под берегом куда я бросил кормится лещ и спасет его судак вот как говорится как волк пасет отару овец так судак пасет леща и поэтому и клюнул потому что есть потенциальная добыча а тут что-то маленькая под носом прыгла проплыла он и атаковал вот следующий заброс но это уже точно лещ судак так не попрет среди что творится с катушкой буквально на второй ступенечке как вжарил и пошел я даже не знаю что это такое но скорее всего лишь мужа смотрите сколько метров 20 если не больше лески смотал и под берег не не батенька давай-ка ты уже власть власть оттуда давай а папа 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 я честно скажу я увидел что там вывернулся лещ и прям туда же бросил где он вывернулся и тут же атака я не думаю конечно что это что другое хотя сейчас уже ничему не удивляюсь я не думал что треть бела дня и судак клюнет а оказалось что он пошел 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 ты чё творишь ты чё творишь ну посмотрите на лесочка тонкая форсировать я не могу попытаемся вытащить и встал ничего себе я надеюсь что это не тоник уже тогда она очень тяжело будет его вытащить мне на мою снасть слушайте но очень похожа пуша встал и все лишь бы вряд ли стал так стоят ядрем батона сама я не вытащу скорее всего никогда бы не подумал как бы сейчас жара лет я думал либо будет на течение она прямо под берегом вида собрался там какой-то корм скорее всего и она поэтому там собралась и вот так вот клюет ну чуть-чуть а подвел но рыба очень сильно прет я не уверен что я смогу ее еще вытащил поглядим как будет так будет судачка отпустили не снимали потому что зеленые могут нас за это нагреть как бы по большому счету уйдет уйдет рыба конечно лучше бы чтобы после фотосессии сначала прет то ты смотри все сошел нет я думал сошел нет что-то такое может джерих но здесь что творит а алё алёный о нет опять я думал да ты смотри такие то идет идет а потом раз как бы сброс идет такой вид разворачивается в мою сторону что ли идет она иди иди сюда иди да именно ради вот таких моментов мы и приезжаем на рыбалку покайфовать и чем хорош в данном случае микроджиг что можно как бы нет не надо тащить вот этой всей тяжести слушай когда идешь на обычный джиг головки там берешь собой до 30 грамм плюс всякие там и чебурашки джиг головки то есть тащить столько приходится а с микроджигом фактически можно в небольшую коробочку все сложить там набор чебурашек да немножко приманок и пошел на не знаю что-то очень сильная рыба и даже боюсь ее форсировать я все-таки подозреваю что это даже уже не знаю думал что лишь но сейчас уже ничего не ухать пуша на леща тоже не будем стал и стоит на месте так чаще всего комик себя ведет хотя может быть просто хороший лишь будем играться слушать приятное пение фрикциона катушки да был уже близко подвел уже почти к ногам опять упер бы шо за хрень такая шо делать идти что ли за ним вот так уж придется тоже тащить неохота ай-яй-яй наш делать знать бы что это лишь я конечно не пошел а вдруг комик и что тогда жалко упустить будет купить ширмой святая эпip journeys посет Вот сволочь, я за ним пробежал. Да, он теперь в открытый, хочет уходить. Не-не-не, ты уже вернись, я тебе покажусь, кто ты. Чтоб хоть увидеть, что это такое. Ребята, это карп, еще какой карп. Карп, да, и четко в рот забрал приманку вообще, Саня, сазан. Офигеть. А я думал, да, лещичок карп, блин. Карп, и все, и четко приманка во рту, все. Я еще думал, может лещ забагрился, что так сильно прет. Это сазан. Ну, хоть посмотрел, не знаю, удастся ли вытащить, потому что 0,16 флюрик и лесочка 0,3 ПЕ. Ты смеешь? Да. Вот это кайф. А я смотрю, я думал, лещ вывелся, кидает, тут же бам, поклевка. Думаю, во, блин, лещ клюнул. Думаю, такой сильный что-то лещ прет и прет, прет и прет. А это карп и такой приличный сазанчик. Так я уже несколько раз подводил, сейчас он всплыл, я увидел. Так это пока держись, у меня еще последовало. На первом забросе в карпань покинули. Хожу пока перевернуть. Ну да. Тебя это еще долбит будет. Ну, если я вытащу, я тебя позову. Тут еще не факт, что я его вытащу. Там карп, он минимум килограмм пять. И такая лесочка, что... Я не уверен, что я с ним справлюсь, но... Видите, вся рыба, когда доходит до определенного размера, она становится хищником. Фактически, вся рыба, что ловится в рай, я ловил и на воблеры, и на силикон. В том числе, карпа даже на воблеры ловил, есть у меня фильмы полностью. Крэк-жека заглотил, только голова торчала. Так что и здесь вот такая уже фигня. Джавастика скушал. Карпик. Борьба неравная. Если он сейчас только в течение уведет, конечно, его на этой леске не удержу. Это мне понятно, но... Как бы заснять его. Что там, видите? Ну, поднимись. Поднимись. Покажись людям-то хоть. Не факт, что я тебя вытащу, так ты хоть покажешься. Один раз всплывал, но я не уверен, что камера его захватила. Камера на голове, я не вижу то, что я снимаю. Рыба пипец какая сильная. Представляете, дикий речной карп. Я говорю, размер, ну, минимум пятерка в нем. Это не для микроджига, конечно. Рыбалка, ну, кайф. Обалденно. Это невозможно передать словами, друзья. Это просто кайф. Не знаю, даст мне святой апостол Петр сфотографироваться с ним, но то, что уже вот я его потаскал, увидел, что это такое, это уже... Поднимись, пожалуйста. Покажись всем. Мы тебя все равно отпустим. Не убирайся так сильно. Не будем мы тебя кушать. Если судака отпустили, то тебя уж тем более отпустим. Покажись хотя бы. Вот, гад. У меня еще непонятно. Ну, как-то клещ может встать на месте и стоять. Вот, и какой лещ должен быть, что я сдвинуть не могу. Оказывается, это не лещ, это карпик. Да, силы, конечно, у него очень много. И если только, конечно, в течение я его упущу. Упоминай, как звали. Поэтому очень хотелось бы его просто поднять, чтобы вам показать. Чтобы вы видели, что на микроджиг можно поймать практически любую рыбу. Даже поднять, знаете, что за спингом творится. Что делать? Держу. Ничего не могу больше делать. Не знаю, сережка будет монтировать, что он из этого оставит. Ну, если все оставит, то вам даже, наверное, смотреть будет неинтересно, как долго это все длится. Крупная рыба есть крупная рыба. Поднимись, поднимись, поднимись. О, видите, четко в губе у него. Прямо в губе. Мне хорошо видно, надеюсь, он тоже приманка четко в губе. То есть это не забагренная рыба, а четко пойманная за рот. Не пойманная, клюнувшая за рот. Скажем честно, рыба, клюнувшая за рот, но пока не пойманная. Борьба идет не шуточная. Сережка, не обрезай, тут весь кайф обломаешь. Настоящие рыбаки поймут, что это такое. Этот трофей это не сравнить с метровым судаком. Смотрите, смотрите, как... Ай-яй-яй, не хватит, не хватит поканываться. И ослабить тормоза боюсь, потому что если уйдет в течение, там утечение будет помогать. Я тогда его точно не вытащу. В то же время опасно как бы на таких натянутых держать, что может просто не выдержать леска. Ай-яй-яй, она еще и обмоталась. У него сейчас верхний плавник, он срезает, нефигел. Правда там флюрик радует, что это. О, вот сейчас отскочила с плавника. Вот сейчас четко во рту опять. Потому что, конечно, он этим плавником, верхним, нефигел, срезает леску, но надеюсь, что флюрокарбон все-таки выдержит. Хотя тоже, как я вижу, он весь уже у меня потрепался, пока он здесь по камням таскает, да, в свой плавник. Поднимись, попозируй немножко, пожалуйста. Не, даже сделает ничего не могу. Вот он все прет, как танго. Дикого карпа, конечно, тем более речного карпа. Силы столько, что. На обычную, это крепкую снасть зацепишь, не так легко выдри. А тут не ультралайтовая, это спиннинг до 10, лайтовая палка. Но все, на лайтовую палку такая рыбина. Просто офигеть. Пробую выкачивать его. Ну, блин, тут у него еще силы столько. Он еще меня может выкачать. Нет, Санька, тут он еще столько силы у него. Это еще надолго. Давай, давай, родной. Ну, сдавайся уже. Мы тебя быстрее отпустим. Пару фоток и пойдешь гулять. Мы на камеру-то не снимем, чтобы нас никто не заругал. Давай, давай, давай. Давай, давай немножечко. Сдавайся потихонечку. Сдавайся, пожалуйста. Не, ну что-то мне на карпа ввезет последнее. То на вертушку вытащил. Пошли на Фарайновское озеро и тоже такой карпенок немаленький. И сейчас на филикон вот схватил. Ну, тут, конечно, не так сильно тянул. Тут тянул не так сильно. Хотя был и побольше, но озерный карп все-таки он не так сильно тянет, как вот как дикий сазан. Папазиры, Папазиры. Блин, ты смотри, сколько же у него силы-то, у меня уже рука устала. А он все гуляет-гуляет. Так, только не в рай, только не в реку. Гуляем мы тут вдоль волнореза. По-хорошему. Давай, давай. Ты смотри. Не надо, не надо. В камне тоже не надо. Ты мне сейчас перерезаешь по воду. Это мы проходили. Это мы знаем, что такое. Обракушечник даже флюрик перерезается. Поэтому погуляй так потихонечку. У него силы еще просто немерено. Он даже не думает сдаваться. Он так себе гуляет и все. Думаю, что я за малька такого схватил вредного. Никак заживать его не могу таскать. И таскает меня, да, карпенок? Вот, видите, видите? Видите, что приманка? Главное, мне показать, чтобы мне говорили. Вот там все. Вы там одеваете приманки. Вот она. Даже подсак не беру, чтобы вам показать, что приманка четко во рту у него. Чебурашка только торчит. Вся приманка заглочена. Поднимись. Ладно, надо брать, не выпендриваться. А то еще упущу. Видите, вот он прямо за губу. Оба-на! Саня! Да! Вот так я говорю, четко за губу. Он, правда, вылетел сейчас приманка в подсаке, выбил ее. Но сам факт, четко за губу, все как положено. Представляешь, на ультралайд? Это пипец! Я даже не знаю, сколько он килограммов. Килограмм, я думаю, в 8. Сорвал мне всю, видишь, пока. Ну и все, разорвал этот крючок, разорвал все. Вот, гад, а! Супер! Так, Сашка на миминоке тоже зацепил рыбку. Бегу! Бегу, Санька, молоток! Судачила! Судачила! Не убегаю! Опа! Все, Санька, поздравляю! Спасибо, спасибо! Давай, покешь приманку сразу. Тихо, тихо, не падать, не падать. Сейчас, сам тебе сейчас подойду. Опа! И немножко здесь... Ну, естественный цвет, как малек. Супер! Судачок меньше 40 сантиметров, можно безбоязненно заснять процесс отпущения, хотя вся рыба, конечно, была отпущена, но, чтобы не было проблем с зелеными. Да, мне тут товарищ один задал вопрос, а как вы, говорит, боретесь с зацепами на районе? Ну, вот как, вот, это уже третий у меня обрыв. Просто беру, перевязываю, забываю про это. Приманка – это расходный материал. Взяла крючочек, вот от ТРТАПа неплохие крючки, мне что в них нравится, здесь зазубренность, то есть крепко держат приманку силиконовую. Поставил я тоже фурошу от Килофишин, тоже реплика от Джавика, но сделано, видите, если ловить на овсетный крючок, здесь прорезь такая есть, чтобы можно было утопить. Ну, в данном случае здесь, как бы, зацепы – это только леска между камнями попала, нет никакого смысла. А вот где много травы, деревья, зато плечо, что-то одеваешь овсетник, крючок выходит здесь в прорезь, он спрятанный, и зацепов намного меньше. Так что вот собрал, тип приманки понятен, на которой есть поклевки. Сейчас будем вот эту гонять, тем более Саша вытащил на миминоке, как раз вот такой расцветки, вот что-то подобное я сразу сейчас поставил. Друзья, мы проходили целый день, мы, я не знаю, сколько километров намотали сегодня пешком, вот как утром, ну, в первой половине поймали, вот пару там рыбок, карпика до двух судачков, и все, и вот сейчас у меня было два схода, у Саши был обрыв, потому что он подсак не взял, судак был более 80 сантиметров, и вот сейчас вот первого такого сантиметра в 47-48 сашка вытащил. Так что процесс пошел опять к вечеру, когда темнеть начало. Поймал еще одного малыша, у меня поклевочка была, наверное, такого же, отпускаю его быстренько, и, наверное, друзья, будем заканчивать, будем заканчивать фильм. Пошел, 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 пошел. Половили неплохо, правда, рыбалка получилась, у нас супер-то давай, да, Саня? Начало было хорошее, раз-раз поймали, а потом, я не знаю, даже мы, наверное, сегодня... Ну, видишь, мы много искали новых мест, поэтому мы много бегали, по жаре это очень тяжело. А рыба молчала, мы сколько пробегали, за километра, наверное, больше десяти мы пробежали по району. Очень много набегались, но к вечеру опять активизировалось, но не будем тратить время, завтра новый день, рано вставать. Да, а Сашке завтра еще съемки, так что мне-то ладно. Будем набираться сил, огромное-огромное большое спасибо, огромное и большое спасибо Вадиму. Да, да, конечно. Вы во время со мной побегал, посмотрел и нашел, будем надеяться, что завтра будет уже. Да, главное завтра, чтобы ты нормально отловился, чтобы журналисты, какие эти, как их, операторы там, все, кто снимал, были довольны, да, остальное ерунда. Друзья, да, мы сейчас собираемся, идем спать. Время уже, наверное, что в 11, да, если не начало 12. Уже поздно. Так что домой мы попадем уже, наверное, ближе к 2. Друзья, всего хорошего, как говорится, до новых встреч, пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok